так всем привет на связи александра чудова и сегодня у нас будет замечательный эфир про желание о том как почему они сбываются почему одни сбываются другие не сбываются как правильно их загадывать и чем желание отличается от цели сейчас нам я присоединю марию и мария нам сегодня расскажет все секреты приглашаю наташа привет а поставь пожалуйста плюсики если все хорошо слышно и видно отлично привет привет так как слышно видно как ты слышишь видишь мария у меня все со звуком замечательно а хорошо вот нам девочки тоже наташа жене к нам присоединились скажешь все отлично ну что очень здорово что у нас нет никаких прерывов дисконтакта и так далее ну что давай тогда начнем давай начнем с того что ты расскажешь чем ты занимаешься потому что у тебя очень очень богатый опыт рассказывая обо всем чем ты занимаешься потому что общаясь с тобой я понимаю что мне кажется можно обо всех сферах поговорить на самом деле действительно да сфера у меня много но я сегодня не буду касаться непосредственно бизнес сферы да потому что у нас все таки сегодня тема именно про личное но если сказать кратко потому что на самом деле тут можно много рассказывать то есть я помогаю людям не разобраться в своих как хотел как превратить их конкретные цели и продумать как эти цели можно реализовать да с помощью каких ресурсов то есть что необходимо делать то есть тут все зависит от запроса и на самом деле инструменты разные это либо консультация либо поуч сессия либо трансформационные игры то есть если человек хочет своей жизни что-то изменить то есть я могу ему в этом помочь с помощью тех инструментов которые я использую что еще также я занимаюсь вопросами карьерного консультирован консультирования и поиска именно профессионального предназначения да то есть чем заниматься то есть какую выбрать для себя сферу деятельности для того чтобы эта работа приносила на самом деле удовольствие чтобы на работу ходили с удовольствием из работы возвращались удовольствием я считаю что это очень важно для каждого потому что жизнь у нас одна и очень важно прожить ее так как бы мы хотели я полностью с собой согласна и очень рада что наши взгляды пересекаются и очень очень похожи ну что же еще скажу что также помогаю женщинам вот вчера у нас кстати был да практически опыт непосредственно подчеркнуть свою природную красоту через внешнее и создавать именно то впечатление которое не хотят транслировать и опять же влиять на достижение своих целей то есть это все взаимосвязано это нельзя как-то исключить потому что наше внутреннее внешнее оно как раз таки создает такую целостность да для каждой в первую очередь для каждой женщины это очень важно да я думаю что с тобой можно сделать несколько эфиров на разные темы потому что я понимаю что когда ты цепляешься за одно то что-то еще цепляется за другое за третье и получается такого как одна какая-то такая огромная сфера для того чтобы тебе было хорошо чтобы ты выглядел хорошо чтобы твоей жизни все было хорошо хорошо давай тогда вот у меня очень интересный запрос сегодня про желание про желание про цели потому что для меня желание это какая-то вот эзотерика как ты так и загадывай желание она у тебя там то сбывается то не сбывается а когда ты ставишь цель здесь все гораздо проще понятнее потому что все маленькие шажочки к этой цели ты прописываешь и тогда вроде как картина ясна как этой цели достичь давай может быть начнем с того что чем желание отличается от цели ну во первых цель к нам пришла наверное это все таки из бизнес сферы да то есть то есть начало начало цели наверное все таки положено из бизнес цели желание это все таки про наше внутренние ощущения то есть то что возникает внутри нас да то что непосредственно возникает ну из наших каких-то чувств и но вообще то есть и что формирует намерение то есть когда у нас формируется намерение намерение чего-либо получить то есть оно состоит из нашего желания которое возникает да из той энергии которая направлена на соответственно реализацию этого ну получение этого и на нашу мотивацию да то есть тут надо себе прежде всего задать вопрос очень важный на самом деле этот вопрос помогает не только в вопросах желания а вообще в принципе в жизни он помогает это вопрос зачем то есть зачем мне это желание да то есть что оно мне даст и знаете очень часто нам желание скажем подсаживают со стороны и мы можем думать что это наше желание на самом деле то есть есть у каждого из нас есть доброжелатели которые говорят тебе это нужно и ты начинаешь об этом задумываться начинаешь сомневаться нужно мне не нужно но тут очень важно понять действительно это ваше желание и или оно просто одну то есть кем-то подсажено да со стороны в этом вам поможет так так же в принципе как и в любой цели то есть нужно нужно ли достижение цели ли важно ли для вас это желание вы можете я конечно говорю не о простых каких-то желаниях да желаниях для исполнения реализации которых ну требуются какие-то усилия потому что ну смысл нет говорить о простых желаниях их достаточно четко для себя сформулировать и по каким-то законам природы вселенной они начинают осуществляться самое главное сейчас я хочу тебя прервать чуть-чуть получается что даже то есть не надо ты сказал что если у тебя есть какое-то желание или цель то нужно задать себе вопрос зачем мне все это нужно ну да то есть действительно ли ты этого хочешь то есть смысл этого вопроса что это действительно что это действительно желание твое они обязаны со стороны потому что очень часто люди начинают чего-то достигать ну там либо например там вот свое желание я этого хочу да когда они это получают они не получают и радости и удовлетворения да когда это желание исполнилось либо они понимают что это вообще не то к чему они ну то есть чего они хотели поэтому чтобы на берегу не тратить какие-то силы свои ресурсы для реализации нужно себе задать этот вопрос также в этом помогает очень хорошо техника декартовы координаты вы можете технику найти в интернете и просто заполнив 4 квадрата вы получите ответ нужно ли вам это желание или не нужно расскажи что это за 4 квадрата может ну кто-то может сразу нарисовать себе и прописать желание и ответить на вопросы ну вот на самом деле техника декартовы координаты она используется даже когда мы например сомневаемся в правильности выбора ну например вот такой вопрос да стоит переезжать например в другой город или нет ну вот например там кардинально да менять место жительства там заполняются 4 квадраты то есть какой координат когда цель достигнута то есть что произойдет если я достигну своей цели что произойдет в моей жизни если я не достигну своей цели что произойдет в моей жизни если я что не произойдет в моей жизни если то есть два отрицания если я не достигну своей цели и что не произойдет не произойдет в моей жизни если я достигну своей цели. То есть ответы могут пересекаться, но, по крайней мере, эти ответы чётко сформируют, насколько действительно… Это, кстати, такая техника, которая проверяет любое желание и любую цель на вопрос экологии. Потому что экологичность цели, она отвечает за наши ценности, за то, что для нас очень важно. И вот когда мы ставим себе какие-то неэкологичные цели, вот эта техника позволяет это выявить. Если мы это выявили, то тогда что мы делаем? Тогда мы можем своё желание просто, скажем, переформулировать, либо свою цель переформулировать. То есть вот это такой критерий того, экологичность, она очень важна. Потому что, видите, экологичность не учитывают, а вот как раз-таки в личных целях и желаниях это очень важно. Расскажи, почему важна вот эта экологичность или неэкологичность? У меня есть желание, я хочу. Я определила, что это для меня важно, но оно, возможно, не особо экологично для других, но оно мне важно, и я его хочу. Почему это так важно? Например, на таком примере, например, ты решила переехать, например, в другой город, но при этом все близкие и любимые люди остаются в том городе, из которого ты уезжаешь. И вот когда ты отвечаешь на эти вопросы, то есть вот это показывает, ну вот, что для тебя, если для тебя твоё общение, твоя семья, твои близкие, и они для тебя цены, то, скорее всего, ты подумаешь, переезжать тебе в другой город или нет. То есть это вот как раз-таки про ценности, про то, что для нас важно. У каждого человека есть ценности, да? Просто, ну, надо чётко понимать, что это за ценности, и не является ли вот реализация какой-то цели или какого-то желания нарушением этих ценностей. Поэтому вот эта техника очень хорошо в этом помогает разобраться. И я её прям рекомендую сделать, и вот даже вот по отношению просто желания, да, вопрос «Зачем?» и вот эта техника. И она на самом деле, ну вот даже вот сформируется именно вот мотивация, вот хочется мне реализации этого желания, да, или достижения этой цели или нет. Смотри, вот я тут прочитала, что когда загадываешь желание, то лучше всего это делать на какие-то, например, большие праздники, на Новый год, или, например, если я хочу выйти замуж, то это надо загадывать в ночь на Ивана Купала. Вот есть в этом какой-то смысл? Или это тоже так, не знаю, с потолка взято, чтобы вот люди там верили о том, чтобы желание ваше усилилось, и надо вот, не знаю, там какие-то энергетические дни загадывать? Или то же самое вот у нас был вопрос из аудитории про Луну? Ну вот, например, про Луну вообще рекомендуют составлять, например, карту желания, которую некоторые составляют на растущую Луну. Есть такие рекомендации. Но я хочу сказать следующее. На самом деле инструментов очень много и всяких рекомендаций. То есть, ну мы все с вами разные, то есть каждый человек, он уникален, и такого человека больше, ну на свете нет, скажем, да. Поэтому тут важно пробовать разные инструменты и брать в себе именно те, которые подходят именно вам, то есть чувствовать. То есть все равно очень важно прислушиваться к себе, особенно, ну вот, у нас, у женщин настолько вот развита интуиция, и, соответственно, мы, ну мы чувствуем лучше, наверное, да, то есть что нам более подходит, а что не подходит. Поэтому вот в первую очередь прислушиваться к себе и выбирать именно те инструменты, которые, ну непосредственно там пробовать их и уже для себя выбирать. То есть работают они для вас. Потому что для кого-то работает карта желаний, да, вот, визуализация, например. Для кого-то это абсолютно инструмент не работает. Потому что для того, чтобы, ну вот, достигнуть цели и реализовать какое-то желание, то есть мало повесить эту карту желания, да, потому что, ну, все равно результаты достигаются и из трех составляющих. Это из нашего намерения, из нашего мышления, которое влияет, и, соответственно, на действия. Если что-то из этих критериев отсутствует, то вряд ли наше желание или наша цель будет достигнута. Это и в личном плане, и, ну, то есть в сферах жизни, и в бизнес-бизнес тоже вопросов абсолютно. То есть состоит все из этих трех составляющих. Хорошо. Давай вот до составляющих. Вот есть у меня желание, но оно у меня, не знаю, так, в голове сумбурное. А как, как вот правильно написать желание? Потому что где-то я читала о том, что нельзя, чтобы было там слага «нет», или там вот чтобы оно было не экологичным, чтобы оно было, наоборот, правильным, положительным. Есть, может быть, какое-то правило о том, как это желание нужно прописывать, не знаю, чтобы оно, вот ты говоришь, простое желание, но с простым, окей, там 4-5 слов предложения, и хорошо, все готово. Если вот какое-то сложное… Любое желание, в принципе, оно… То есть есть несколько там критериев правильности его составления. Во-первых, то есть вы чётко… Чётко важно понимать именно… То есть можно написать желание, но нужно чётко понимать критерии реализации этого желания. Ну потому что, например, такое желание «я хочу быть счастливым». То есть это очень общая формулировка, и, соответственно, для каждого ощущение счастья своё. Да, соответственно, нужно вот эти критерии, то есть что сделает меня счастливым, для себя чётко сформулировать. Пока эти критерии не будут сформулированы, вы так и не поймёте, соответственно, реализуется желание или нет. Что ещё очень важно? Не использовать частицу «не» и не использовать какие-то негативные формулировки, потому что, ну, считается, что Вселенная не слышит. Частицы «не» и, ну, вот, частицу «не», ну и вообще негативные слова лучше не использовать. То есть не писать, например, там «я не хочу болеть», да, а именно там «я здоровая», ну, именно там «про здоровье», да, «у меня там отличное здоровье». То есть именно писать именно те слова, которые именно имеют такую позитивную окраску. И вообще понаблюдайте, то есть вы можете проанализировать, какие слова вы используете в жизни, потому что все наши слова — это следствие нашего мышления. Если у нас негативное мышление, то мы больше используем негативных слов. Если мы всё-таки… Потому что наше мышление — это всё, опять же, это наши убеждения, да, то есть наши установки, они могут быть, они тоже влияют на реализацию достижения наших желаний. То есть они могут быть как помогающие, так, соответственно, и ограничивающие. Потому что если у человека очень много вот этих ограничивающих установок, то вот это намерение у него будет очень… Ну, намерение, может быть, у него будет на самом деле неплохое, но вот мышление, оно приведёт к тому, что ограничивающая установка приведёт к тому, что он не будет верить в то, что это желание вообще, в принципе, может реализоваться. То есть вера в себя у него будет достаточно, ну, такая слабая. А если мы не верим в то, что у нас получится, то какие усилия мы будем прикладывать к реализации этого? Скорее всего… Никаких. Да, никаких. Поэтому это всё очень взаимосвязано. Обязательно, конечно… Ну, вот что ещё хочу важный момент сказать, да? Есть тут вот кроме вопроса «Зачем?», есть ещё такой вопрос, насколько реализация, ну, исполнение вашего желания зависит от вас. Это хорошо, потому что всегда мы хотим, чтобы кто-то за нас это сделал, не знаю, там, Вселенная, силы какие-то, не знаю, там, сосед или ещё кто-то. Да, и мне кажется, не задумываемся о том, что ведь всё, что вокруг нас, это причина-следствие того, что мы делали. Да. Ну, или думаем, делаем. Да, это причина-следствие, конечно, безусловно, но тут ещё такой момент, что не все всё-таки желания зависят от нас. Как, например, вот такое желание. Например, там, человек хочет встретить свою любовь. То есть желание, вот на сколько процент человек может повлиять на то, что он, да, он, безусловно, то есть если он будет сидеть, например, дома, то его любовь не придёт к нему в адрес, постучится, да, в его дверь. Сейчас онлайн, можно просто зарегистрироваться где-то, и уже возможности вырастут. Всегда нужно понимать, на какой процент я... Ну, вот первый момент, это чётко сформулировать критерии того, что ты хочешь. Потому что пока вот нет чётких критериев, вот как ты поймёшь, что ты встретила свою любовь, да? После этого понять, на какой процент ты можешь это повлиять. То есть если это процент... Ну, явно это процент не сто, да? То есть что ты можешь... И, соответственно, создать условия для того, чтобы встретить свою любовь. И отпустить это желание. Потому что не все желания на самом деле зависят от нас. Но я говорю именно про вот такие желания. Если у человека, например, желание выйти замуж, что это конкретная, чёткая, например, цель, да, то можно выйти замуж, вот если поставить себе цель. Но не факт, что это будет действительно, ну, там, любовь, да? Которую, возможно, там, вы бы встретили. Поэтому есть всё-таки желания, которые нужно отпускать. Потому что есть такой закон физики, когда мы концентрируемся, ну, то есть когда, например, женщина в каждом встречном видит потенциального, например, мужа, то, наоборот, у неё ничего не получается. Поэтому вот такие вот желания. Важно создавать почву благодатную, благоприятную для того, чтобы эта любовь в вашу жизнь пришла. То есть каким образом? Это проявлять любовь к себе. Это фундамент того, что вы можете сделать. Это ценить себя, уважать, заботиться о себе, понимать свою ценность. Это находиться в ресурсном состоянии. То есть испытывать внутри радость вот от каждого дня, от каждого мгновения, покой. И, соответственно, вот эта почва, она и будет благоприятствовать тому, чтобы, ну, вот ваше там, непосредственно там какое-то вот сокровенное желание, оно пришло в вашу жизнь. Ну и забыть про него, так говорится. И ждать, да. Да, да, да. И пускай оно реализовывается, жить и наслаждаться. Но ведь же есть такое, что какое-то внутри такие люди к тебе притягиваются. Поэтому, наверное, если хочешь, чтобы тебе пришла там такая же хорошая любовь, не знаю, такой же хороший человек, как и ты, то, соответственно, нужно опять же начинать с тебя. С тебя, безусловно. То есть, если ты, естественно, ведешь себя не очень экологично по отношению к миру там, да, и окружающему, то и, безусловно, и люди такие будут приходить в твою жизнь. Знаешь, я вот вспомнила про, ты говорила про карту желаний, ведь вот опять же это пересечение с экологичностью и неэкологичностью, о том, что когда в карту желаний мы же вырезаем какие-то моменты там из журналов, из книг, не знаю, еще откуда-то, что хотелось бы, чтобы было у нас. Но я знаю о том, что вот эти статьи, откуда мы вырезаем, они тоже должны быть экологичными. Правильно? То есть такой вот небольшой нюанс, что не что попало бы, там понравилось нам кольцо, а это, оказывается, кольцо было украденное кем-то или там потерянное кем-то. Вот тут можно что-то тоже рассказать про какие-то вот нюансы, как-то желания. Я знаю, что очень много статей на эту поводу написано, но ты у нас как эксперт, так что рассказывай все лайфхаки. Ну, самое главное, опять же, вот прислушиваться к себе. Если вот действительно эта картинка, которую вы вырезали, она вот внутри у вас дает ощущение, что это ваша картинка, тогда ее использовать. Если нет, то просто, ну как, красивые картинки, которые не дают никакого отклика у вас внутреннего, они, ну, то есть это не будет действительно там визуализация какая-то. То есть нужно на эту картинку посмотреть и понять действительно, что вы чувствуете, действительно ли вы хотите, чтобы вот то, что вы видите, оно вот реализовалось в вашей жизни. И только так, и плюс там правильная формулировка, да, соответственно, и, как я уже сказала, обязательно действие, потому что, ну, понятно, что какие-то желания, они могут вот в принципе даже непроизвольно, например, там сбываться. И мы, например, ну вот просто визуализировали, как-то вот у нас в нашей голове какая-то картинка отложилась, а потом она раз, например, и осуществилась. Хотя мы, в принципе, ну у нас такого явного желания на тот момент, да, которое не было, не возникало. Ну вот расскажу, например, свой пример. У меня мои там коллеги, там сотрудницы моего отдела подарили мне картину, на которой я была изображена в таком виде греческой там, в общем, богини в Греции. В богини, да. Да. Вот. И, ну, то есть они подарили мне ее в апреле на мой день рождения, а в сентябре мы поехали в Грецию. Ну, то есть вот сказать, что это было прям мое желание, наверное, я не могу. Ну, как-то, ну, все к этому плавно подошло, что мы поехали в Грецию. Хотя про это... Но съездить не отказалась. Я с удовольствием, конечно, съездила в Грецию, думаю, ну, наверное, этому способствовала какая-то вот, видимо, ну, вот визуализация, она, видимо, ну, вот как-то вот все-таки, да, отложилась вот... все-таки наш мозг, знаете, он, ну, вот важно замечать именно, как бы, замечать важное, обращать внимание на нюансы. Почему сейчас очень многие говорят про осознанность? То есть не делать что-то на автомате, а вот обращать внимание на какие-то знаки, на какие-то мелочи, вот прислушиваться в себе, если у вас какой-то внутренний отклик. Потому что лучше, ну, вот, лучше себя нам никто, наверное, не подскажет и не ответит на какие-то важные вопросы. Поэтому вот такая вот реализация, да, например, хотя... просто визуальная. Поэтому важно, вот, самое главное, чтобы картинки все-таки, ну, нравились, и действительно это было вот искреннее какое-то, да, вот желание, то есть эта картинка прям вот очень понравилась. Хорошо, давай тогда вот все так вот обобщим, значит, сейчас мы говорим про желание. Как раз всем привет, кто к нам присоединился. Тогда нам нужно написать желание, определить для себя, оно ли нам, а наша ли оно, отвечать ли она на вопрос, зачем, и мы подтверждаем, что она нам нужна. Дальше оно должно быть экологичным, чтобы оно никому не вредило, никто от этого не пострадал, и чтобы, самое главное, тебе и твоим близким было хорошо. Дальше мы пишем, что мы для этого готовы сделать. Например, там какие-то три пункта. Да? Ну, тут нужно, ну, да, безусловно, то есть план того, как мы, то есть какие мы планируем сделать для реализации действия, да. Ну, вот еще раз хочу, ну, то есть, акцентировать внимание, что если, например, посмотреть на реализацию вот даже больше именно желаний и целей, да, вот как на айсберг, то они находятся на самом верху, а все остальное, то есть вот именно тот фундамент, который как раз-таки способствует, да, и влияет, достигнет человек своих целей или желаний, или нет, это вот начинается любовь к себе, то есть вот, да, это вот фундамент, это ресурсное состояние, это что вы делаете для своего здоровья, ваши полезные привычки, для того, чтобы находиться в этом ресурсном состоянии, хорошо выглядеть, потому что если у человека нет ресурсов, нет энергии, да, нет здоровья, ну, о каких вообще, в принципе, целях, о желаниях можно вообще говорить, то есть это база, потому что очень часто мы очень много даем другим людям, а про себя любимых забываем, а вы самый главный человек, то есть у себя вы самый главный человек, и важно вот сначала дать максимально любовь к себе, с заботой, с уважением, сейчас отвечу на этот вопрос, то есть выстроить этот фундамент, потом понять, всё-таки, в чём мои ценности, да, и, то есть, что для меня важно, и вот убеждение, то есть почему это для меня важно, потому что, ну, всё-таки, ну, каждый человек должен в этом разбираться, по крайней мере, про себя это точно знать, это очень сильно влияет на уверенность в себе, на нашу мотивацию, ну, и вообще, в принципе, на целеустремлённость, и всё вот это, вот оно выходит, как раз-таки, на поверхность цели. Желание и цели, это немножко разные вещи, в каком плане, то есть желание, это хотелка такая, то есть я хочу, а цель, это уже чётко сформулированный результат, причём он сформулирован максимально конкретно, да, то есть он, ты чётко понимаешь, каким образом, за счёт каких ресурсов при действии, ты сможешь прийти к этой цели, то есть желание, оно пока не имеет какого-то, ну, там, какого-то плана действия и какой-то реализации, это просто наша внутренняя какая-то потребность или чувство, что мы захотели, а вот когда мы уже этому желанию придаём уже конкретное намерение, да, что мы хотим это реализовать, с помощью нашего правильного мышления, то есть о чём я уже говорила, то есть влияние того, как наши убеждения, да, помогают нам, потому что все наши убеждения, вот я думаю, что, наверное, ну, вы это слышали или знаете, они все отражаются в нашей жизни, вот что мы думаем про себя вообще, в принципе, про этот мир, вот такое подтверждение мы и будем каждый день находить, поэтому важно меня не дать вот эти вот установки, убеждения, трансформировать их, потому что если очень много ограничивающих убеждений, то, скорее всего, желания и цели будут плохо достигаться. Мария, вот ты как раз затронула вопрос о том, что когда мы пишем желания, мы должны быть в ресурсе, то есть у нас должно быть какое-то вообще, вообще какое-то желание, силы, возможности, ресурс, но чтобы мы пришли к этим желаниям, вот ты говорила, что нужно начинать с базы, и вот я знаю, что очень многих людей, вот знаешь, как есть внутреннее опустошение, есть внутренний такой, не знаю, застой на сегодняшний момент, что внутри пусто, и я не знаю, чего я хочу, вот можешь ли ты рассказать, может быть, какой-то инструмент дать вот этим людям, с чего начать? Ну тут надо позадавать себе вопросы, опять же, наедине, безусловно, да, потому что все наши лучшие ответы, они приходят, то есть не стараться заполнять вот эту пустоту какими-то внешними факторами, потому что, ну это не спасет однозначно, это просто создаст какую-то видимость, а вот эту вот пустоту, пустота не уйдет. Нужно задать себе вопрос, да, то есть где я сейчас и к чему, вообще к чему я хочу прийти, то есть что бы я хотел изменить в своей жизни, да, то есть что меня не устраивает, то есть проанализировать свои сферы жизни, то есть составить себе такое вот колесо баланса, его тоже можно найти в интернете, но я все-таки каждому рекомендую вот это колесо составлять из своих сфер жизни, из того, что для вас важно, не брать какой-то шаблон, а просто подумать, как бы вы, например, каждую сферу назвали, проанализировать, вот что у меня сейчас есть, да, там, какое у меня здоровье, там, что у меня в отношении, там, например, ну вот у каждой сферы, то есть проанализировать и оценить там, сколько времени вы уделяете этой сфере, да, насколько вы удовлетворены этой сферой. Исходя из этого анализа, вы тогда сможете четко, может быть, увидеть, что вам нужно в вашей жизни изменить, на что акцентировать больше внимания, может, чему-то вы вообще не уделяете внимания и время, может быть, там здоровью очень мало уделяете, а без здоровья, к сожалению, то есть здоровье – это самое главное, то есть если у нас не будет здоровья, то, к сожалению, мы не сможем себя реализовывать вообще ни в каких сферах. Поэтому вот важно, чтобы колесо все-таки, вот этого жизненного баланса, оно было похоже на колесо, а не на ракету, когда, например, человек очень сильно сосредоточен, например, ну, на профессиональной деятельности, на карьере, на каких-то, это может быть временное состояние, и когда у него страдают другие сферы, это может быть временным состоянием, но когда это постоянное состояние, это приводит к потере, соответственно, здоровья и каких-то негативных изменений в других сферах. Поэтому вот берите то, что для вас важно, анализируйте, задавайте себе вопрос, зачем вам эти изменения, прислушивайте к своим внутренним ответам, и вы обязательно, то есть поймёте на самом деле те желания и то, чего бы вы на самом деле хотели. Сначала надо собраться, чего хочу на самом деле, а потом уже планировать там, как я это буду достигать и так далее. К сожалению, очень многие люди не могут на вопрос, чего ты хочешь, этот вопрос многих ставит в такой тупик. Да, в тупик. Вот как раз-таки вот чего я хочу, себе нужно, это полезно себе задать этот вопрос, вот чего я хочу и зачем мне это. И потом, если что, проверить себя по декартовым координатам. Это такие хорошие вопросы, которые позволяют задуматься. Ну, я, например, в свою очередь могу поделиться тем, что я тоже использую колесо баланса, но я использую его не стандартно, где там 7-8 или 10 сфер. Я использую всего 4 сферы, и это, где я сама, где моя семья, работа, и я определила, как контакты, это вот друзья, знакомые, там какие-то... да, коммуникация, какие-то там новые встречи, и, например, там раз в месяц я вообще определяю, где я нахожусь на каждой сфере, потому что понятно, что особенно, когда очень много работы и сейчас уже люди выходят в офис, ну, например, у нас в Латвии чрезвычайное положение уже закрылось где-то 9 июня, ну, и вот сейчас уже по чуть-чуть и выходят в офис, и те, кто из офиса работают, понятно, на что говорят, что все поменялось, теперь ты тратишь время на дорогу, меньше на семью, больше на работу, немножко стресс увеличился, потому что дома вроде-то я опять уже привык к этому новому режиму жизни, где-то я уже дома, все благоустроено, рабочее место тоже все благоустроено и установлено, а опять переход в офис показывает в том, что стресс немножко повышается, вот, так что очень помогает определиться, где ты есть и чего ты хочешь, и по поводу желаний я, например, тоже советую не прописывать это в голове мысленно, а все-таки взять ручку и записать на бумаге, потому что все-таки на бумаге сегодня мы что-то написали, но, например, завтра мы можем передумать, что нет, я, например, этого не хочу, да, если, например, мы сегодня поработали, или там завтра, или там через три дня мы поняли, что нет, это не мое, я этого не хочу, да, и перечеркивайте и пишите дальше. Вообще, я советую все записывать, любые мысли, которые идут в голове, потому что бывает, что в голове какая-то мысль пропрыгнула, ну, знаешь, так появилась и ушла, и мы про нее забыли, она, может быть, могла быть каким-то решающим, не знаю, моментом в нашей жизни. Я еще хотела, Каша, добавить, вот тому, что ты сказала, то есть абсолютно правильно, правильно, ну, я имею в виду техника, я почему говорю, что у каждого эти сферы важно, чтобы были, ну, то есть своими, не просто какой-то шаблон, может быть, он вам просто не подходит, да, я говорю, что нужно прислушиваться к себе, каждый человек индивидуален, и инструментов море, нужно выбрать те инструменты, которые действительно, вот, подходят именно вам, и записывать именно рукой, потому что связь руки с нашим мозгом, она уже доказана там, да, многими там столетиями, поэтому делать это не на там телефоне, компьютере там, ну, любом гаджете, а именно записывать свои мысли рукой, и возможно, да, сегодня вы это желание записали, завтра вы поняли, что это желание для вас не актуально, просто надо походить, поприслушиваться, хочу действительно, я, ну, то есть, чтобы это у меня было или нет. Хорошо, про желание мы так поговорили, достаточно много, что делать, я думаю, что теперь понятно, если есть какие-то вопросы, то задавайте, знаешь что, давай еще, вот, поделись, что помогает в достижении цели, когда мы четко расписываем шаги к достижению какой-то, какой-то цели, вот, может быть, ты можешь посоветовать, какие-то самые популярные практики или на твоем опыте инструменты, которые бы ты могла поделиться? Ну, сначала, наверное, вот, что мешает, надо, да, расписать, и что помогает вообще, в принципе, прийти там к желаемому состоянию или там к достижению любой цели, то есть, что мешает? Ну, прежде всего, негативные установки убеждения, их важно трансформировать, страхи, это тоже такой момент, который тоже надо понимать, что с этим делать, то есть, как-то с ними работать, потому что, если есть страх, то, скорее всего, тоже это очень сильно влияет на там достижение или реализацию цели, ну, безусловно, лень, тоже, ну, как бы, если делать, куда же без нее, это перфекционизм, который тоже вот мешает нам, то есть, если вы что-то делаете хорошо, этого достаточно, потому что, если вы будете все время неудовлетворены результатом, то у вас вот этого удовлетворения от там достижения цели, вы его не будете получать, поэтому, вот, знаете, всегда задавайте себе вот такой вопрос, в тот, ну, например, в тот момент времени и с теми ресурсами я сделал все максимально возможное, если вы получаете внутренний ответ «да», значит, вы сделали все максимально возможно, а не надо все время искать, а что бы еще улучшить, усовершить, просто этот процесс вы можете растянуть на бесконечный, и это не будет вам уже приносить радости, потому что, знаете, вот важно, чтобы, ну, конечно, важно, чтобы цель вдохновляла, да, и важно, чтобы вы не только получали удовольствие, удовольствие от результата, но чтобы в процессе вы тоже получали удовольствие, это тоже очень важный момент. Что еще мешает? Ну, нереальные цели, да, потому что бывает, что когда мы ставим, ну, то есть, когда мы не соотносим, скажем, ну, когда мы сами в них тоже не верим, да, мы не верим, плюс наши ресурсы, соответственно, те сроки, которые мы себе, например, там, планируем, да, ну, это просто цель, она так и останется записанной на бумаге, если мы будем ставить себе какие-то нереальные цели. Что еще мешает? Сравнение себя с другими. Вот важно сравнивать себя только с собой в определенные периоды жизни, то есть, соответственно, у меня получился прогресс или что я сделал, там, через какое-то количество времени. Сравнивать себя с другими не рекомендую, потому что каждый человек, опять же, индивидуальный. У всех свой набор талантов, соответственно, компетенций, навыков, опыта, которые каждый получает, там, в течение жизни. Поэтому вот это сравнение себя, оно тоже очень сильно может повлиять на вашу веру в себя, поэтому сравнивайте себя только с собой и становитесь в своей лучшей версии. Что еще? Когда мы, знаете, вот цель достигаем ради цели, ну, например, человек пошел учиться, получил диплом, ну, или какой-то сертификат, вот он у него висит, но те знания, которые он получил, он в своей жизни не применяет. То есть, у него цель была получение сертификата, да, соответственно, не там, не применение каких-то знаний. То есть, когда цель просто ради цели, это тоже, ну, как-то негативно влияет. Поэтому все-таки, если вы, вы тратите какое-то время, ресурсы, то все-таки те знания и инструменты, которые вы получили, применять, иначе они никакой пользы вообще, в принципе, не принесут. еще бывают люди себя, знаешь, как все время любят как-то из зоны комфорта себя выгонять. Вот как будто бы в зоне комфорта хорошо, они вот себе придумали, что им надо все время выходить из этой зоны комфорта, потому что это какой-то челлендж, это вот как раз, наверное, тоже цели ради цели, но мне кажется, такая ситуация может еще все усугубить. Ну, то есть, потому что это дополнительный стресс, ты не получаешь удовольствия, ты ставишь себе какие-то вот рамки, которые ты должен достичь. Ну, то есть, это такое, мне кажется, как белка в колесе получается. Ты все время бегаешь, 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 удовольствия нет, ты все время что-то достигаешь, 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 но вот остановиться, подумать, вообще, что ты говоришь? Ну, такие достигаторы, Это, опять же, определенный тип людей, если человеку комфортно в этом состоянии находиться, если это не отражается на каких-то других сферах его жизни, если это его как-то зажигает, то есть если ему хорошо, то почему бы нет? Вот сейчас многие дают какие-то рекомендации, которые говорят, что помогут конкретно вам, но я считаю, что ты пока на себе не попробуешь и не найдешь какие-то инструменты, ты не определишь, помогут они тебе или не помогут. Все-таки это все очень индивидуально, очень индивидуально, поэтому если качество жизни человека в таком состоянии ему нравится, то есть со стороны может казаться, что да, а он может быть действительно кайфует, то есть эта жизнь, наоборот, это придает ему энергию, он более в таких ресурсных состояниях находится, то почему бы нет? Почему? Ну, может быть, да, все мы разные, поэтому каждому свое подходит, просто мне, например, не нравится все время выходить, когда ты выходишь, то есть, например, мне выходить из зоны комфорта, это как действительно какая-то цель, и я там, не знаю, там чему-то учусь новому или там борюсь, преодолеваю свои страхи, но вот все время, когда ты выходишь из зоны комфорта, мне уже становится тяжело, то есть я понимаю, что мне это не приносит удовольствия, то есть, ну, видимо, потому что я вот такая. Ну, да, возможно, то есть, ну, тут тоже важно все-таки опять же прислушиваться к себе, и если ваше внутреннее состояние, ну, вам, знаете, вот четко будет сигнализировать, то есть, если вот вы там, например, там стали заниматься каким-то делом, которое, ну, вот не приносит вам, там, скажем, радости, удовлетворения, да, вы будете это и умом понимать, там, да, но ваше внутреннее состояние тоже вам будет говорить, что это не твое, ну, давай заканчивай, как говорится, да, и все, потому что все-таки, ну, ну, для многих людей важно, чтобы если ты что-то сделал, ты получил вот эту вот радость и удовлетворение от того, что ты сделал, вот я, например, только по такому принципу работаю и даже, например, в бизнесе, то есть, если мне предлагают какой-то проект, я всегда задаю себе вопрос внутри, да, то есть, вот как я вообще этот проект, да, я понимаю, если я понимаю, что у меня внутри что-то некомфортно, я отказываюсь, я просто отказываюсь, потому что я понимаю, что я потрачу много сил, ресурсов, а вот удовольствия и радости от реализации этого проекта я не получу, поэтому вот прислушиваться к себе, это самый, наверное, главный фактор, который влияет на все, мы себя никогда не, главное уметь слышать себя все-таки, вот услышать, да, то, что мы себе там внутри говорим, что нам может помочь в достижении, вот еще один фактор, который влияет на, скажем, что может помешать, когда мы фокусируемся на проблеме, а не на решении, то есть, когда мы начинаем фокусироваться на проблеме, да, и искать причины, Почему? То есть мы превращаемся в такую позицию жертвы, которая объясняет, почему у нас что-то не получилось. А даже если, то есть всегда нужно всё-таки задавать себе вопрос, что может быть решением? Какие, например, это могут быть решения? Какое решение может быть наилучшим? Это как, знаете, вот есть люди возможностей, а есть люди, которые ищут причины. Вот люди причин и люди возможностей. То есть люди причин всегда будут рассказывать, почему у них не получилось, и привести там очень много аргументов, да? А люди возможностей, они будут всё равно искать возможности. Поэтому тут надо понять, к какой категории я отношусь, и если всё-таки отношусь к причинам, надо переходить в категорию возможностей. Я вот хотела ещё комментарий сказать по поводу, когда ты говоришь в бизнесе, что есть какой-то проект, и надо прочувствовать его. Вот у нас сейчас среди наших слушателей есть Аня, она моя коллега. А я говорю, что Аня, надо попробовать будут следующие проекты, которые к нам идут, провести через себя и подумать о том, насколько они нам соответствуют нашим взглядам, ощущениям. Надо, кстати, будет протестировать, потому что когда ты ведёшь какое-то своё собственное дело, то иногда ты не можешь выбирать. Конечно, когда ты выбираешь, это самый отличный вариант, но иногда ты не можешь выбирать, потому что у тебя там есть ответственность перед сотрудниками, ответственность перед налоговой зарплатой и так далее. Просто берёшь и делаешь, потому что сейчас там, не знаю, возможно, нет работы, но нужно чем-то заниматься. Вот, поэтому это такой хороший лайфхак, как раз вот Аня, я так понимаю, что сама соглашается, реагирует на слова, так что попробуем, да. Я просто вам, Саня, рекомендую, знаете как, прислушиваться к себе на этапах переговора с заказчиком, почему важно, я вот именно это делаю, когда я общаюсь с заказчиком, то есть если я понимаю, что с этими людьми, да, ну вот, ну не сложится, то есть я вот внутри, вы понимаете, что вы не получите тот результат, который вы хотели бы, соответственно не стоит, потому что вы потратите много сил, ресурсов, получите ли вы там, ну то есть какое-то вознаграждение, это не всегда там финансовое, да, ну это и моральная удовлетворенность, да, соответственно там о сделанного какого-то реализованного проекта, то есть не факт, поэтому это важный такой вот момент, который для себя нужно чётко вот определять, ну вот я такой человек, для меня это важно, поэтому я вот всегда ориентируюсь на свои ощущения. Мы будем пробовать, да. Да, да, тоже как бы поможет от каких-то, скажем, не очень приятных заказчиков, вот, да, вот, чтобы в вашу жизнь приходили именно те заказчики, которые, которые вам нравятся и которые совпадают с вами по ценностям и по вашей там корпоративной культуре. Будем загадывать желания. Да, на самом деле с такими, вот, составьте портрет идеального заказчика, с такими работать просто одно удовольствие, и тогда результат вот этой вот синергетической эффекта, он просто, ну, в разы вырастает. А когда ты всё время, как, вот, знаете, буксующий какой-то транспорт, ну, то есть, соответственно, результат и силы, и желания, и уже хочется побыстрее закончить с каким-то проектом, просто он отнимает большое количество сил. Хорошо, Мария, давай вернёмся к тому, о чём мы ушли, и у нас с тобой ещё, наверное, где-то 5-7 минут, поэтому давай мы с тобой остановились на, что помогает в достижении цели. Да, что мешает, мы проговорили, что помогает. Помогает, конечно же, ваши навыки, таланты, ваш опыт, вера в себя, ну, конечно же, чёткое понимание, чего вы хотите, это первое. Потому что если человек хочет чего-то такого размытого, неопределённого, то, ну, то есть, если он сам не может понять, что он хочет, это тоже, естественно, он то неопределённое и получит в результате. Ну да, даже когда не знаешь что, непонятно, что это лучше. Очень важно окружать себя правильным окружением, то есть, теми людьми, которые вас верят и поддерживают, которые не будут говорить, да у тебя ничего не получится. Вот старайтесь от такого токсичного, ну, людей, вот... Если муж такой, что делать? С родственниками это сложнее, надо, как говорится, принять и поменьше рассказывать о своих планах. А потихонечку их реализовывать, привет, вот, а потихоньку реализовывать их и всё-таки идти к ним. Потому что, ну да, с родными это сложнее, когда это возникает. Ну вот, всё равно тогда минимизировать, скажем, на какие-то темы, может быть, там, общение на острове. Да, просто на другие переключать внимание. Что ещё? То есть, важно для себя всё-таки определить, вот, когда мы проанализировали сферы жизни, вектор своего развития. То есть, на чём мы акцентируем их, там, фокус своего внимания держим, да. То есть, это тоже, как бы, поможет непосредственно, ну, правильно расставлять приоритеты и, вот, концентрироваться, да, направлять энергию. Кстати, вот, Саша, пока не забыла, когда ты вот рассказывала про то, что записывать. Кстати, есть очень такой хороший способ, называется ментальное очищение. То есть, когда у вас очень сильно перегружен мозг, ну, очень много идей, всего-всего-всего-всего, просто возьмите листок бумаги и всё, что у вас есть в голове, все мысли, которые вас беспокоят, выпишите на этот листок. А потом вы просто его посмотрите, что-то вычеркните, а что-то у вас уже конкретно переведётся в какие-то цели, планы, там, ну, то есть, уже какие-то, возможно, действия. Просто таким образом, когда вы просто себя разгрузите, потому что бывает, когда много всяких, там, проектов, задач одновременно, ну, голова просто перегружается. И вот, чтобы это сделать, просто надо это снять и выписать это всё, чтобы это было не в голове, а на бумаге. Есть такой инструмент, они ещё называются утренние страницы, когда просыпаетесь и сразу же берёте ручку и записываете вообще всё-всё-всё-всё, что в голове, пока там не взял в руки телефон, и вот можно как раз этим утренним страницам, наверное, 30-40 минут хотя бы в день посвятить времени, и тогда тоже освобождается голова. И плюс в этих утренних страницах, что вы написали, бывают уже какие-то идеи для реализации, какие-то хотелки, то есть это ещё, я не знаю, как там эти волны в голове, там эти тета, альфа, где мы в таком ещё, как сказать, в менее осознанном состоянии, и что мы ещё как будто в лёгком дреме, и что в голове могут быть такие мысли, которые наяву мы можем немножко отрицать, не воспринимать, думать, что это какая-то ерунда. Тоже вот помогает хорошо. Да, это классный инструмент, но это как раз-таки инструмент про какие-то идеи, например, про новые какие-то планы, желания, как реализовывать. А я вот говорю про то, когда просто мозг перегружен, то есть лучше вот чувствуйте, что перегрузка, взяли всё, выписали, потом там отложили, на следующий день посмотрели, что вы написали, и, соответственно, ну там дальше уже решайте, что с этим делать. Да, вот именно в утренние часы у меня вот такое бывает, что я могу в 5 утра проснуться, и у меня какие-то вот мысли пойдут-пойдут, я беру сразу там блокнот и сразу начинаю там это всё записывать, потому что если ты уснёшь, ну то есть если ты уже этот как-то отпустишь, то это забудется, и всё, и больше даже не вернётся. Какой ещё важный момент? Очень часто у нас люди опускают руки, когда что-то не получается, да, вот достигать цели. Тут важно понять и поменять стратегию. То есть если что-то не получается с первого раза, значит меняем стратегию достижения. Значит, стратегия была выбрана неправильно, и это не значит, что у вас не получится, просто надо что-то сделать по-другому. Это тоже такой фактор, который очень помогает в достижении цели. Если цель какая-то глобальная, то как делим на задачки, да, едим слона по кусочкам, потому что, ну то есть сразу очень сложно там что-то такое вот объять большое. Какие ещё моменты? Ну то, что касается, скажем, непосредственно того, что помогает, вроде бы мы всё проговорили. Ну вот ещё бы хотелось бы акцентировать, так как у нас несколько минут, пока пускай, может быть, напишут свои вопросы по этой теме, чтобы мы успели ответить. То есть важно понимать, что для получения желаемого состояния или желаемого результата всегда нужно понимать, что с тобой сейчас происходит, да, почему я говорю вот анализ, то есть текущее состояние, плюс ресурсы, соответственно, и определённые действия, которые необходимо сделать, да, для того, чтобы получить. И тогда как бы это приведёт вот к результату. То есть вот этот вот треугольничек, когда есть намерение, то есть желание, да, то есть есть мышление, мышление отвечает как раз-таки за наши установки, за наши стратегии. И есть определённые, соответственно, действия, которые мы предлагаем для достижения там наших целей получения результатов. Вот если что-то не получается, нужно проанализировать. Либо вопрос намерения, и там цель может быть не так интересна, и вот, либо вопрос мышления что-то мешает, что-то ограничивает, либо со стратегией что-то не так. Но вот на стратегии опять же влияют очень сильно установки. Поэтому это такие взаимосвязанные, да, вещи. И, соответственно, действия. То есть что мы конкретно хотим или планируем сделать для того, чтобы прийти там к тому или иному результату. Это очень важно. И если говорить... Да, да, Саша. Да, 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 говори. Проговорить, что всё-таки важные критерии хорошо сформулированной цели. Просто повторить, да, что цель, важно, чтобы была сформулирована утвердительно, в позитивной форме, то есть без каких-то частиц «не» и негатива, да, с вопросом, вернее, с ответом на вопрос, чего ты хочешь. Второй момент, ну, то есть уточнить критерии. Потому что если это будет, ну, неопределённая цель, то, соответственно, и вы не будете понимать, что вам необходимо сделать для её реализации. То есть опять же, зависит ли ответить себе на вопрос, зависит ли эта цель от тебя, если зависит, ну, на какой процент хотя бы, да, что вы можете сами сделать, чтобы всё-таки этого достичь. Ещё раз для себя вот эти вот критерии более как бы расписать на уровне сенсорики, да, то есть что вы будете чувствовать. Когда я достигну этой цели? Да, 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 это тоже такой вот важный момент, и, ну, для многих целей он подходит. То есть что будет происходить в твоей жизни, когда это случится, да? Когда, с кем вы хотите, к какому сроку вы хотите прийти к этому желаемому состоянию? Это тоже важно. Экологичность цели. Это вот один из ключевых факторов, считаю. Поэтому вот акцентирую внимание, поэтому декартовы координаты с экологией можно договориться, переформулировав свою цель. Но этот вот, ну, то есть игнорирование вот экологичности может привести, ну, вот, как бы конкретно последствиям, которые влияют на те ценности, которые для вас важны. Поэтому лучше этот момент не, ну, то есть… Не забывать. Да, не забывать. И о нём помнить. Да, помнить. Потому что экология, это вот, знаете, это вот опять же обратная связь от нас, вот, конкурентно нам, хорошо или нет, да? Вот внутри. Всё-таки, ну, я считаю, что каждый человек, ну, важно, чтобы он себя действительно чувствовал там счастливым, радостным, да? А не каким-то в каком-то вот в таком там нервозном стрессовом состоянии. Потому что наша жизнь всё-таки создана для того, чтобы приносить нам радость, удовольствие, счастье. Ну, то есть не какие-то создавать ситуации, которые будут нас проверять. Хотя, конечно, безусловно, они в нашей жизни есть там на выживаемость. Следующий момент. Мария, у нас через три минуты нас уже отключат. Так что у нас это видео будет в записи. У нас будет ещё обобщение, куда мы как раз допишем про все карты, про ментальное очищение, как это можно сделать. И я хочу просто от тебя ещё пару слов, может быть, на путстве, потому что буквально через две минуты у нас закончится эфир в Инстаграме. И чтобы не было, знаешь, так как отрывистое. Поэтому давай слова на путстве и будем тогда закругляться. Если будут какие-то вопросы, то обязательно можно под этим эфиром прокомментировать и написать, и мы ответим. Да, я благодарю всех, кто нашёл время и присоединился. Надеюсь, что эфир сегодняшний был вам полезный. Какие-то моменты, может быть, для себя отметили. Что могу порекомендовать? Понимать всё-таки, прислушиваться к себе, когда вы формируете в себе какое-то желание или цель, прислушиваться к себе и задавать себе вопрос, действительно ли эта цель моя, нужна ли она мне. Потому что есть цели, на которые мы тратим очень много сил и ресурсов, а потом от удовольствия от полученного не получаем. Поэтому не надо достигать цели ради цели или для того, чтобы потом какую-то галочку поставить, чтобы сделать это формально. То есть только от вас зависит, каким будет качество вашей жизни и как вы на это качество будете влиять. Это, знаете, как я прям люблю говорить как тост. Наша жизнь — это бокал. И только от вас зависит, чем этот бокал будет наполнен. Он будет наполнен водопроводной водой или он будет наполнен элитным французским вином, например. Поэтому всё зависит от того, чем мы свою жизнь наполняем. Поэтому желаю всем, чтобы ваши желания, они были вот вам очень приятны, было их достижение, чтобы вы с удовольствием двигались в реализации своих целей, то есть были вдохновлены этим и получали большую радость и удовольствие от полученного результата. Мария, спасибо тебе большое. Сегодня действительно было очень много полезных инструментов. По крайней мере, мы теперь поняли, как от желания можно перейти к цели, что на самом деле всё достижимо, но не забывайте о себе. Главное — понять, чего я хочу и где я могу брать ресурсы, где я сливаю эти ресурсы, потому что есть цели, где действительно они, как сказать, они не нужны. Они просто забирают вашу энергию, ваше желание, ваше какое-то внутреннее состояние. Мария, хорошего тебе дня, и я думаю, что нам нужно планировать какой-то ещё эфир на какую-то ещё глубокую тему, которую можно разобрать, потому что я знаю, что очень много сложных тем, вещей можно разбить на какие-то простые шаги и рассказать, как можно достичь одного или другого. Согласна. Поэтому была очень рада быть полезной. Желаю всем реализации, исполнения всех ваших желаний и достижения всех ваших целей. Всё. Всё.